Окончательная смета расходов ЦИКа на организацию и проведение выборов в депутаты Народного собрания ГГУЗИ была представлена на заседании Народного собрания ГГУЗИ. Данная сумма составляет 1 миллион 660 тысяч 265 леев. Сообщение данной суммы было произведено в основном за счет уменьшения количества членов Кружных Советов на 122 человека и участковых БИО на 207 человек по сравнению с выборами в Народное собрание ГГУЗИ 2008 года. После небольшого обсуждения данного вопроса депутатами Народного собрания был принят бюджет в соответствии с запросом Центра сберкома. Народное собрание сегодня утвердило смету, ЦИК, который они нам предоставили по организации проведения выборов. Теперь дальнейшая задача исполнительного комитета это поступление выполнить. Разницу между окончательным бюджетом выборов было поручено покрыть исполнительному комитету ГГУЗИ. Однако глава автономии попросил внести поправку в законопроект, принимаемый депутатами. Понимаете, изыскать я их найду, они у меня есть. Но вы сами знаете, что я могу их пропустить только в том случае, если есть изменение закона о бюджете. Теперь вопрос о срыве выборов в Народное собрание ГГУЗИ не стоит, так как властями автономии будут изысканы средства для проведения выборов. Конфликт, в который невольно оказалась замешанная местная телестудия БАЗ-ТВ, возник на внеочередной сессии городского совета при обсуждении вопроса об утверждении штатного расписания премарии. Дело в том, что по закону содержание решения необходимо довести до сведения правительства Республики Молдова и общественности города. Советник Николай Кендегилян поинтересовался, каким образом Совет собирается информировать население, если о сотрудничестве местных органов власти с телевидением можно говорить очень условно. Хочу обратиться к госпоже Людмиле. Вас приглашали на сессию? Нет. На районную сессию мы их не приглашаем. На городскую сессию мы их не приглашаем. Мы их не финансируем. Я не могу понять, почему, откуда такая ненависть и ничего мы им не платим. И почему мы дистанцируемся от средств массовой информации? И что мы скрываем от горожан? Почему мы не хотим городу, району всем нам показать, что делается у нас здесь? И когда приглашали, а ну скажи. Когда они за свои деньги, почему мы их не приглашаем? Когда поднималось вопрос о деньгах, сказали, что мы, если вы нам платить не будете, мы вам приходить не будем. А почему? Я задаю вопрос, и все вы должны. А почему мы вообще им не платим? Вы возьмите, позвоните всем, телевидение, радио, газетам, чимишли, везде. Я разговаривал с руководством, выделили 350 тысяч. Они каких-то просят 20, 30, 50 тысяч. Мы им ни копейки не даем. Оставьте свои амбиции, давайте. Какие амбиции? Слушай, ну что вы начинаете? Ребята, вы можете вас на сессии и говорили не то же самое. И говорили на эту тему. И пришли к выводу. Если надо, мы, главное, мы финансируем от себя. Если нам надо. И мы повестим население. Зачем раздувать? Послушайте меня. Послушайте меня. Не надо. Идет сессия. Идет сессия. Вопрос есть в сессии. Должно приглашать телевидение. И не надо обманывать людей. Когда начинали работать, мы говорили, что все заседания при Марии будут транслироваться. Город должен знать. И люди ждали. Сейчас звонят. Сессия была, было. Что решали? Я говорю, посмотришь бас. А потом вспомнил бас одних. Баса нету. Возникшую между советниками перепалку прервали журналисты. На самом деле, вы никогда нас не приглашаете и информируете. Вообще-то выходит в обязанности секретаря городского совета. Насколько я изучила закон о прозрачности процесса принятия решений. Может быть, вы смотрели, мы проводили опросы, общаясь на мнение, и не раз. Люди узнают информацию о том, что происходит в городе и в районе. Не из объявлений, которые на доске объявлений далеко не всегда, они даже вывешиваются. Именно из наших новостей. Я вас прошу, вы хотя бы нам сообщайте. Есть у нас возможность. Значит, мы придем. Нет, мы действительно ничем не обязаны, потому что у нас нет с вами контракта и на оказание услуг. Давайте как-то решим этот вопрос. Я согласна, что сегодня его нет в повестке дня, и вы не можете сейчас в двухдепаратах проголосовать, и давайте будем помогать телевидению. Но это не гуманитарная помощь. Мы эти деньги отрабатываем. В виде налогов они опять же, в любвиная доля возвращаются обратно в городской бюджет, в районный бюджет. Вот говорю сколько раз, и все-таки никак не могу понять, почему им делать так должно быть. Заявление. Заявляем, продолжаете кальпуляцию. Подаете это в бюджетную комиссию. Бюджетная комиссия рассматривает. Один раз отклоняет. Вы пишите повтор. Второй раз вам отклоняет. Надеюсь, что на третий раз вам будет приятно. Потому что если скаткуляться, деваться некуда, понимаете или нет. Процесс должен быть решен. Может быть, не в тех размерах, которые там написаны. Но есть же процедура принятия всякого решения. Потому что на этом написание не раз, и на бюджетную комиссию. Об этом-то и нет. Ну, кстати, вы говорите, ровно с этим написано. Если я говорю, Людмила, я говорю, аргументированно, я на пальцах говорю. Андрей. Ну что, что вы напишите, что вы нечестны. Тогда опоздался вопрос, а вы не делаете, что вы не делаете. И вопрос будет решено. Возражение главного редактора о том, что проект сотрудничества вместе с калькуляцией расходов позднее был представлен бюджетной комиссией, но так и не был решен, никто не слушал. Хотя на документе есть входящий номер и печать райсовета. Игорь Михайлович, что вы как примарь, нам нужна... Я прекрасно ползаю эти слова. Вот вы как считаете, как примарь, как вы, все... Это вы как говорите, как городу нужна или мне нужна? Нет, вам примарь нужно, чтобы священник? Мне как частному лицу не нужна. Нет, не частному. Можем сказать, вы здесь говорите, что даже не частный. Вам как примарю вот нужно это телевидение? Значит, городу нужен. Если ты говоришь всем советникам, что здесь нам не надо телевидение тебе как человеку и как примарю... Я не сказал, что он... Мы не имеем права. Потому что они только могут что-то обкарить кого-то. Вот это вот... Да при чем нельзя обкарить, они... Да они не могут обкаривать. Они... 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 Я с прошлого года являюсь председателем фракции партии коммунистов в районном совете. Очень приятно. Сколько сессий прошло, не после одной сессии ко мне не подошел ни один поставщик. Первый же, к кому бегут? Бегут к Кенди Геляну. Бегут другим, но только не ко мне. Вы подходили ко мне, госпожа Людмила Голубова? Да. Мы берем ибрю у представителей разных партий. Да? Да. Убедиться в том, что это действительно так, можно, просмотрев сюжеты о заседаниях городского и районного советов. Все они выставлены на нашем сайте. Но главную оценку объективности работы журналистов ставят телезрители. Поэтому ждем ваших комментариев по этой теме. От жителей города Чедрелунга поступило обращение на имя Башкана относительно вопроса строительства участка дороги по улице Советская. Заявление было озвучено в рамках заседания исполнительного комитета Гагаузии. Звонят мне люди с улицы Советской и спрашивают, почему затянулось строительство дороги по улице Советской. И завтра в 8 часов утра я сам хочу посмотреть на эту дорогу и провести там совещание с инициативной группой, которая обратилась ко мне с просьбой построить эту дорогу. Мы должны на следующей неделе определиться, вернее на этой неделе определиться, а на следующей начать строительство этой дороги. Раз обещали, надо выполнять обещание. Около 230 метров дороги необходимо выложить железобетонными плитами, так как участок склоновый. Нехватка необходимого числа бетонного покрытия повлияла на сроки начала строительства. Ну что, это было обращение Ивана Георгиевича давно уже. И вся проблема была в том, что вы не могли найти плиты. Мы выделили соответствующие средства. Плиты нашли. Самое главное, что плиты есть. Если плиты есть, значит надо начинать приступать к строительству дороги. Вы все же таки настаиваете, чтобы она должна до самого верха на Нагорную и потом связать так, да? Потом связать, она должна пойти туда. Новый участок дороги продолжит ранее сделанное, около 10 лет назад, дорожное покрытие из железобетонных плит. По мнению жителей микрорайона, новый участок отремонтированной дороги облегчит доступ к общественному транспорту. Дорога, освещение нам, пожалуйста. Самое главное, детям, темно, опасно даже. Дополнительные коррективы вносит и прокладка канализационных сетей. До конца месяца определится компания-подрядчик относительно работ в этой части города. После проведения канализации будет уложено дорожное полотно. Строительство участки дороги по улице Советская – это долевое участие жителей и властей. Основные средства для ремонта выделят региональные власти. На долю жителей придется десятая часть из общей суммы необходимых средств. Дополнительно в теплое время года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в населенных пунктах автономии проводится плановый ремонт дорог. Готовь сани летом, гласит пословица. К сожалению, лето уже на исходе. В наше-то время, конечно, полки магазинов и зимой ломаются от изобилия свежих овощей и фруктов. Не говоря уж про ассортимент консервированной продукции. Однако в этом году горожане не могут похвастаться хорошей заготовкой. К примеру, хорошие томаты на рынке стоят до 9 леев. Этот год вообще очень все дорого. Скажите, а вы поставили закатки уже? Нет еще. В это время у меня уже и аджика была, и все было. У меня еще ничего нет. В августе месяце стоили 9 леев. Было еще? Не было. Не было? Не было. Не помню. Как вы оцениваете ситуацию? Засуха. Я считаю, что засуха в основном. Не помню, чтобы были поделители. Это в этом году только с ума сошли. Вообще все дорого. Нам, пенсионеров, наверное, не прожить будет. Почему такой взрыв цен на сельхозпродукты? У горожан немного вариантов. Это зависит от сезона, наверное. Дождя нет. Люди как бы выращивают помидоры, и они от этого и цену ставят. Обычно дешевеется, а сейчас что-то подорожало сильно. Как вы думаете, почему? Ну, я думаю, что погода, вот эта сосуха, вот эта, поэтому они так дорого стали. Продавцы мотивируют свои цены тем, что уже у первого поставщика цена высокая, и что они просто посредники, которые не могут расценивать иначе. Вот, например, производитель поливает искусственно помидор. Ну, тратит на это деньги, тратит на работу, на заправку, на бензин. И с этим растет цена на помидор. Буджахская земля всегда была зоной повышенной засушливости. Но таких цен действительно давно не было, говорят люди. Некоторые хозяйственники ссылаются на недостаточное субсидирование сельского хозяйства. На что начальник агентства по субсидированию ответил. Если каждый год фонд субсидирования по Молдове увеличивается, то, скорее всего, и сумма инвестиций увеличивается. Мы собираем, в том числе, информацию по общей сумме инвестирования. Вот на эти 25 миллионов, которые были запрошены, сумма инвестиций по Гагузии составила 195 миллионов леев. На 2012 год республиканским агентством по субсидированию сельского хозяйства было выделено 400 миллионов леев. Но простому народу от этого не легче, который неизбежно является потребителем сельхозпродуктов на каких бы то ни было условиях. Александр Лысиков, директор губернского профессионального колледжа в городе Серпухов, в рамках частного визита посетил город Чедролунга. За время сотрудничества с руководством губернского колледжа более 60 ребят из Гагаузии получили возможность пройти обучение в Серпухове. Александр Иванович Лысиков удостоен почетного звания почетный гражданин Чедролунгского района. Пока что он единственный, кто носит такой титул, потому что больше мы не присуждали звание почетного гражданин Чедролунгского района. Очень много это человек сделал для развития системы образования у нас в районе и для развития взаимоотношений между системами образования Гагаузии и Московской области. Сейчас готовится договор для подписания между Министерством образования Московской области и Управлением образования Гагаузии. В рамках этого проекта предусматривается обучение наших детей, вернее обмен образовательными программами и обучение наших детей в учреждениях образования Московской области. За богатый педагогический опыт, вклад в развитие системы образования России Александр Лысиков награжден медалями и званиями. В 2005 году имя Александра Лысикова было внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Сегодня, 10 августа, Александру Лысикову исполнилось 58 лет. Глава администрации от имени жителей Чедролунгского района пожелал Александру Лысикову здоровья и продвижения идеи, которые он внедряет у себя в губернском профессиональном колледже уже на протяжении многих лет. 13 августа для православных христиан – Заговение на Успенский пост. А для христиан пригорода Бречень этот день оказался вдвойне особым. В этом году была освящена новая церковь. Она строилась около двух лет на средства истинных христиан. Первую службу в новой церкви провели епископ Единецкий и Бреченский Никодим, благочинный церквей района Василий Саракуца, священники, епархии, при большом стечении верующих из Бречень, Грименковоц, других сел, района. Новая церковь будет носить имя святого Николая Угодника, чудотворца, покровителя моряков, автомобилистов, путешественников, детей, деловых людей, больных и страждущих. И это очень символично. Святой Николай, живший в Малой Азии 17 веков назад, был богатым человеком, но заботился не только о себе, а и о бедных людях того времени. Он стал примером благотворительности, благодеяний, которые вошли в традиции христианства. Следуя этой традиции, семья Ивана и Светланы Дагатарис-Грименковоц несли главную лепту в строительстве и освящении церкви и стали ктитуром этого православного храма. Мы решили построить церковь всей семьей нашей, за те блага, которые нам Господь дал в этой жизни, помог нам вырасти детей. Мы решили вот всей семьей, семьей нашей построить церковь. Решили на первом отделении, потому что там я работал всю жизнь, отец работал всю жизнь. Обратились в Бречанской примарии, нам выделили участок земли и построили церковь в честь святого Николая. Святой Николай был как ангелом-хранителем семьи. Я знаю историю святого Николая, он все свое богатство, что осталось без родителей, раздал бедным. Это и как благотворительность, но это как порыв души, понимаете, от себя лично. Я знаю, что Бог есть, понимаете, знаю, что Бог есть. Он нам помогает, и я поэтому решил сделать Господний дом. Кстати, в прошлом году семья Дагатарь одной из первых откликнулась на беду жительницы города Бречень Людмилы Паскарюк, оказав ей существенную материальную помощь. Строительство и освящение церкви святого Николая стало еще одним добрым делом истинных христиан. Жители пригорода Бречень получили возможность входить в церковь в своем микрорайоне и молиться с чувством благодарения Бога, святого Николая и всех, кто участвовал в возведении церкви за их благодеяние. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok